Всем привет! С вами Игорь. Сегодня хочу подсчитать, сколько же стоит сделать такой солнечный коллектор, как у меня. У меня остались тут чеки все на все товары, что я покупал. Я повыписывал, все тут поприплюсовывал. Все есть. Ну, если кто-то захочет сделать такой солнечный коллектор, то бы уже примерно себе имел представление, сколько этот проект ему обойдется. Но сначала хочу поделиться впечатлениями о его работе на сегодняшний день. Хотя он у меня еще недолго и работает, всего 2 месяца. И с этих 2 месяцев он работал, может, раз, я не знаю, 10, не, может быть, больше, где-то 15 дней, наверное, он и не работал. Вот. Где-то так вот, недели до 2, до 2 недель, не больше он работал. Ну, если взять вообще всего. Потому что погода такая совсем не солнечная. Вот. Небо без солнца уже давно. Соответственно, и панели не работают, коллектор не работает. Но за то время, что он работал, он показал, вот, мне, ну, очень такие хорошие результаты. Мне понравилось. Я даже не ожидал, что он будет так греть и так работать, я вам скажу. Я не думал, например, не предполагал даже, что с работающими двумя вентиляторами, вот такие у меня вентиляторы, кто, может, не знает, домовентовские. Вот. У меня есть обзор этих вентиляторов на канале. Там, я вообще оставлю ссылочку на плейлист «Солнечный коллектор» в описании под этим видео. Если кто-то захочет посмотреть там, то смотрите там, как я его делал. Там весь процесс у меня зафиксированный. Вот. И вот эти вот вентиляторы, два штуки, они оказались не в состоянии продуть мой солнечный коллектор. То есть эти вентиляторы не годятся для поддержания нормального КПД. Потому что там, как вы видели, у меня поднималась температура, это ноябрь-декабрь даже, ноябрь-декабрь, это самое низкое солнце, самое низкое и самое слабое солнце, до плюс 70 градусов поднималось с работающими двумя вентиляторами в коллекторе. Представьте себе, плюс 70. Что будет дальше? Там, например, в этом месяце или... Ну, сейчас у нас Новый год прошел, сейчас 6, по-моему, января. Вроде 6. Вот. Что будет дальше? Я даже и не представляю себе. Например, в феврале, когда будут солнечные дни, или в марте месяце. Вот. Какая там будет температура. Мне даже и страшно представить. Вот. Поэтому весной, я думаю, уже потеплеет. Сейчас не хочу туда лезть, все это раскручивать. И буду весной менять вентиляторы. Вот эти буду снимать два. И буду ставить вот такого типа вентилятор. Один, один на входе в коллектор. Потому что у меня сейчас стоит один на входе, другой на выходящий. Потом у меня будет стоять вот такой вот один. Вот такого типа, не такой именно, а вот такого типа вентилятор барабанный. Вот видите, как он так вот работает. Такие у него тут лопасти сбоку. Вот. Я думаю, видно. Вот. Вот такого типа вентиляторы. Они, я даже не знаю, от чего это он валялся он просто. Что это за вентилятор. Вот такого типа вентиляторы, они выдают большее давление. Как я уже стал разбираться. После этого, почему же они не прокачивают мои вот эти простые лопастные. Они не создают давление. Тут на них, на вот этих вот пишут. Там, что он сто восемьдесят восемь кубов в час. Но он, я вам скажу, не то, что сто восемьдесят восемь. Мне кажется, он даже и сотню не выдает. А вот такой вот барабанного типа, он намного больше выдаст давление. Вот именно давление. То есть, меня интересует больше именно... Ну что, если, например, объем прокачки заявленный большой, но этот весь объем почти весь теряется там на этих переходах всех коленах там в коллекторе или в этих трубах моих. Вот, то зачем такие вентиляторы даже с большим объемом? А вот если давление будет хорошее, то там, ну, я думаю, что вот именно такие вот надо ставить барабанного типа. Вот такие бы подошли два штуки на коллектор, на одну секцию. На одну секцию такую, как у меня, у меня там три секции по метр на два. Вот, они там соединены. Вот два вот таких вентилятора, что сейчас у меня стоят, они бы хорошо работали в паре с одной секцией. Одной, метр на два. Вот если вы думаете делать метр на два коллектор, то вот такие два вентиляторы домовентовские, они вам вполне подойдут и будут нормально прокачивать, выгонять оттуда тепло и поддерживать приемлемый КПД солнечного коллектора. Вот, ну, там в пределах, я вообще рассчитывал где-то в пределах 35-40 градусов, не больше. Ну, 45 пускай, ну, не плюс 70. Ну, плюс 70 я точно не рассчитывал, что при работающих вентиляторах, там, ну, при выключенных, да, я предполагал, что будет и плюс 70, и даже больше. Но чтобы при работающих вентиляторах было плюс 70, поднималась температура в коллекторе, я этого, ну, никак не ожидал вообще. Вот, ну, вообще, в целом я доволен работой, вот, доволен, когда работает коллектор солнечный, и когда есть солнце, мне даже не надо включать тепловой насос, мне вообще не нужно никакое отопление в этот день. Вот, и его хватает аж до позднего вечера. Ну, дом нагревается, даже очень неплохо так нагревается. Вот, еще какой недостаток я заметил, вентиляторы шумят. Вот эти даже вентиляторы, обычные, вот такие вот, те, что у меня стоят, они у меня стоят вообще на чердаке, не в доме, они стоят у меня сверху, там, на чердаке. Но я их отсюда очень хорошо слышу с трубы. Такой гул стоит, я вам скажу, ну, ну, как, ну, не гул, ну, ну, как вентилятор, обычный, там, домашний вентилятор, вот этот, для охлаждения, типа, знаете, вот такой примерно шум, вот, примерно то же самое стоит, вот, такой вот шум с трубы, вот этой вот, от этих вентиляторов. Поэтому там надо тоже, какой-то делать звукоизоляцию, думаю, может, сделать какой-то мягкий переход от вентилятора, чтобы не жесткая была сцепка с гофрой или с канализационной, а какой-то мягкий переход, там, резиновый, или какой-нибудь из утеплителя, еще не знаю, пока что надо думать, как с этим бороться с шумом. Вот, ну, а так вообще, я доволен работой коллектора, вот, единственное, что вот эти вентиляторы и слабая продувка, и шум. Итак, ладно, начинаем считать. Поликарбонат, у меня, я брал поликарбонат 10-миллиметровый, у меня есть видео даже про поликарбонат, который я брал, поэтому не буду сейчас на нем останавливаться. Мне он обошелся четырехкамерный, кстати, он был теплый, есть. 2400 гривен, это все три листа по метр на два. Сами считайте, какой-то метр квадратный, сколько стоит, но поликарбонат я вообще взял качественный, ну, там, его даже видно, когда он качественный. Ты мне там, где я ее покупал, мне предложили, вот, потрогайте вот этот, и потрогайте вот этот. А ну, так с виду, вот смотришь, так, вроде бы, одинаковый поликарбонат. Там, ну, когда ты смотришь, лежит там тот лист, и тот. Но, когда ты берешь ее в руки, сразу все становится ясно. Тот и тот. Он, тот он мягкий, продавливается пальцами, ну, такая ерунда. А этот, он жесткий, хороший такой, он крепкий, и он не очень не согнешь. Ну, короче, на ощупь оно все, как только вы его потрогаете, сразу оно все становится на свои места, так сказать. Дальше, поликарбонат, 2400 гривен мне обошелся. Так, пенопласт, это я утеплял заднюю стенку коллектора. 180 гривен, 6 метров квадратных, 30 миллиметров толщина пенопласта. Вот, плотность я уже не помню, 25, кажется, плотность. Кажется, 25. Лист оцинкованный. Толщина 0,5 на метр на два. 950 гривен у меня оцинковка. Ну, это я его красил потом в черную краску, селективную, специальную, в черную краску. Кстати, мне она очень понравилась. Она пристает ко всему, к дереву, к стеклу, к оцинковке. Ну, я, правда, оцинковку пошкрябал немного, шкуркой там, крупной такой, пошкрябал. Вот, я обезжирил. Но пристает она прекрасно. Она не воняет, не боится температуры. Отличная краска, я советую всем. Обычная черная краска, я не думаю, что так бы держалась на оцинковке. Она вообще бы не держалась. Ну, и плюс, тоже вопрос, как бы она там стояла при таких температурах. Обычная черная краска не воняла, либо она в дом. Ну, короче, лучше, я думаю, взять эту. Она немного дороже. Ну, я думаю, это оправданно. Вот, кстати, на оцинковке можно было сэкономить, ну, 950 гривен, это дорого. Можно было взять обычный черный металлический лист, тоже 0,5 толщиной. Ну, что, 0,3 оцинковка или лист, я пробовал его там в магазине. Ну, он такой вообще, как холодец, ее не поставить нельзя, он не подпереть, что-то об стенку, он падает. Он сразу, ну, вообще никакой он. Я такой что-то не захотел брать. Взял 0,5, но лучше бы я взял, там просто не было в эпицентре на тот момент черного обычного листа. Потому что он все равно будет краситься, то смысл там брать оцинковку. Вот, на этом можно было бы сэкономить довольно значительно, гривен 300, я думаю, можно было. Ну, ладно, это уже такое. Так, ДВП я взял 3 листа, там 1,20 на 140, кажется, ой, 2,14 на 1,20, что-то такое. Короче, обрезки немного осталось, ну, ДВП оно не дорогое, там 100 гривен лист получается. Да, 297 гривен, ну, почти 300 гривен ДВП. Это я приклеил его к пенопласту, для того, чтобы пенопласт не вонял, и чтобы было пожестче немного стенка задняя. Так, металлический уголок 50 на 50, по-моему, 3-х миллиметровая стенка. Это крепление, то есть у меня сверху уголок на фронтоне и снизу уголок, и туда, как бы в рамку вставился коллектор секции. Это 6 метров уголка, 300 гривен, по 50 гривен метр уголка такого. Шпилька эта для крепления, я просверливал стену фронтон, там шайба такая, шпилька на 12, я ее приваривал до уголка. Ну, короче, там я крепление, у меня есть видео, как я его делал, там смотрите. Тоже где-то 100 гривен получилось само крепление, это шпилька, шайба, гайки. Труба канализационная серая, 110 миллиметров диаметр, это 3 штуки по 2 метра, вот, и плюс еще 2 колена, которые оказались мне не нужны. Короче, вышла всего вот эта вот канализация, 350 гривен. Дальше, гофра алюминиевая, 3 метровая, та, что растягивается на 130 диаметр, кстати, очень хорошо подходит под вот такие вот вентиляторы. Вентилятор 125, алюминиевая гофра 130, она как раз так налазит на вентилятор хорошо, вот, и хомутиком раз зажал, вообще классно. Вот, и там еще флянцы, ну, флянцы мы еще дойдем до флянцев, тоже надеваются у меня там. Так, трубак она, ага, гофра алюминиевая, 130 диаметр, 3 метровая, вот, она растягивается на 3 метра, 183 гривны, ну, мне ее там вполне хватило, 3 метра, я думал, что не хватит, но мне она там хорошо растягивает, даже ее полностью не растягивало, она хватило идеально, 3 метровые гофры. Канал плоский, это такой квадратный, он, я его использовал, там полметра я взял его только, я использовал его для соединения секций между собой, 97 гривен, кстати, дорогой. Вообще, вот эти вот каналы, именно для вентиляции, там какой-то идет пластик, не вонючий, там экологически чистый, они дорогие довольно-таки. Флянцы тоже для вентиляции, там я их приклеивал к ДВПшке, к пенопласту, а потом уже надевал на них гофру. Пластмассовые флянчики, ну, там смотреть даже не на что, такие флянчики, ну, там кусочек пластмассы и 110 гривен 2 штуки, ну, это вообще очень дорого. Вентиляторы, вот эти я уже, которые я показывал, вот такие вот, домовен 125, 470 гривен 2 штуки, это 1,235 гривен штука вентилятор, вот такой стоит. Уплотнитель, это я под поликарбонат, я приклеивал уплотнитель сначала к рейке, крашеной, а потом вставлял поликарбонат к уплотнителю и рейкой прижимал, прикручивал этот поликарбонат к уплотнителю, чтобы там все было герметически. Уплотнитель, трубочка такая самоклеющая, уплотнитель для дверей, он, по-моему, для окон такой, обычный уплотнитель. 160 гривен, там я уже не помню сколько метров, ну, по всей окружности, вот так вот, по периметру всего коллектора. Вот, 160 гривен уплотнитель, клей-пена, это я склеивал пенопласт с ДВПшкой, и потом все это в рамку деревянную вставлял, и тоже на клей-пену я ее туда приклеивал, очень хорошо держится, и угол держит, все там идеально. Вот, это клей-пена держится, она не очень расширяется, так, 130 гривен большой баллон, он весь пошел, даже еще немножко не хватило. Доски, ну, доски на саму раму коллектора, рамки, там, три рамки у меня было, там, кто не видел, смотрите, там есть в солнечном коллекторе, как я делал рамки, плейлист, вот, ну, я, короче, работаю на досках, я сам столер, поэтому они мне обошлись там, ну, за очень низкую цену, вот, я даже ее сюда не стал писать, вот, ну, у вас там, это вы, как уже найдете там доски, может, дома где-то найдете их, может, придется купить их, ну, не знаю, короче, ну, не написал я их, сколько они мне обошлись, ну, что, там, очень низкая цена. Дальше, силикогель, ну, это то, что я засыпал в поликарбонат, там, снизу и сверху, там, понемножку, каждое, вот, это вот отделение, 120 гривен, ну, это я так боролся, борюсь с конденсатом внутри поликарбоната, ну, что это может быть такая довольно существенная проблема, особенно при большой разнице температур снаружи и внутри. Ну, вот и все, все мои расходы, и все у меня получилось 5847 гривен, это весь, весь мой проект так обошелся, весь коллектор, совсем-всем-всем, 5847 гривен, ну, я вам скажу, это недорого, это самый дешевый, можно сказать, мой проект, самый дешевый, потому что, если сравнивать с ветряковыми или солнечными панелями или тепловым насосом, это очень мало, это очень мало и совсем недорого, а эффект, я вам скажу, когда есть солнце, эффект то, что надо, то, что мне понравилось, короче, как он греет, вот, ну, вроде бы все, что я хотел сказать, да, вот такая вот цена вышла моего солнечного коллектора, 5800, ну, почти 6000 гривен, вот, ну, если что не сказал, задавайте вопросы в комментариях, там, пишите, что вы об этом думаете, вот, ваше мнение про это все, какие, может быть, хотели увидеть тесты с солнечным коллектором, я их еще тоже буду проводить немало, все, до следующих видео, всем пока!